Девушки отдыхают Супруги разделили квартиру на двоих, но разменять ее невозможно Теперь штампа в паспорте нет, но бои за территорию остались Так вы на что обиделись-то? На то, что она вас на свадьбу не пригласила? На то, что она не учится и взяла академический отпуск? Или на то, что не сказала, что беременна? Или вы вообще в принципе обиделись? Не пригласить на свадьбу собственного отца значит нанести ему смертельную обиду И после этого нечего удивляться тому, что он отказался по-прежнему подкидывать денег на жизнь И даже хочет закрепить это решением суда Вам покажу, он и краски написал Вы просто с собой притащите А чем ты думала, когда ты с женатым мужчиной встречалась? Последствия развода и раздела имущества ужасны Муж не может попасть на свою половину дома Бывшая жена не дает ему проезжать по своему участку Что делать? Узнаем в суде Истец подает иск о вселении и нечинении препятствий пользования квартирой Где он имеет право пожизненного проживания Ответчик иск не признает И считает, что самому истцу никто препятствий не чинит Прошу садиться Слушается дело по иску о вселении и нечинении препятствий в пользовании квартиры Истец Боровский Виктор Сергеевич Ответчик Боровская Наталья Михайловна Данная категория дел слушается с участием прокурора Прокурор присутствует в зале судебного заседания Пожалуйста, присаживайтесь Истец, слушаю вас Ваша честь Я прошу обязать мою бывшую жену Не препятствовать мне проживать в нашей квартире Где я имею право пожизненного проживания По ее воле я стал практически бездомным человеком А все из-за того, что я очень благородный человек Да, благородство твое зашкаливает Да, Ваша честь Десять лет назад я совершил очень красивый поступок Я отказался от права приватизации нашей двухкомнатной квартиры Моей? Ну ладно Нашей двухкомнатной квартиры Я решил, что пусть все сразу достанется сыну Павлу Ему как раз тогда исполнилось два года Просил также супругу свою сделать то же самое Бывшую супругу Бывшую супругу Но она, видительно, такие жертвы у нас не способна Поэтому приватизация была сделана в равных долях Чья квартира-то была изначально? Можно я скажу? Нет, нельзя отвечать Изначально квартира принадлежала ее родителям Но она меня ее там прописала Так Вот, я ее попросил Отказаться от приватизации Чтобы сыну все досталось Она отказалась Да кому это достанется? Мой сын кому еще достанется? В общем Ответчик, делаю вам замечание Я же сказала, чуть позже будете выступать Я извиняюсь, просто очень эмоциональность Ваша честь В общем, приватизация была признана в равных долях А я оставил за собой право пожизненного проживания Вот, у меня есть документы На основании какого документа вы оставили за собой право пожизненного содержания? У меня есть заявление И договор передачи Пожалуйста, передайте Пожалуйста Вот И что же теперь? Вы расторгли брак? Да Ну, мы какое-то время жили Наша семья прекрасно жила вместе Все замечательно было Но пока не случилось то, что принято сейчас называть красивым словом адельтер Это принято называть красивым словом любовь Да-да-да, можно называть это как угодно И причем, заметьте С кем случилось-то? Заметьте, это не со мной случилось Как все могли бы здесь подумать И даже, естественно, не с нашим ребенком Он еще ребенок Что все должны подумать, что это случилось именно с вами Да что это у человека большое самомнение было с самого начала Ваша честь Это случилось с моей бывшей супругой Она увлеклась другим мужчиной Ну, естественно Ну, естественно, мы развелись Ну, остались жить в одной квартире Я остался жить в проходной комнате А за ними оставил отдельную За ней и сыном Двухкомнатная квартира у вас, да? Да, двухкомнатная квартира у нас Они остались жить в отдельной комнате Скажите, естественно, вы считаете, что это естественно Развестись и остаться проживать с бывшей супругой в одной квартире? Ваша честь, но у меня другого выхода не было Я же не могу пойти на улицу Скажите, а до регистрации брака вы где проживали? До регистрации брака я проживал в общежитии А, в общежитии То есть своего жилья у вас Своего жилья у меня на тот период не было А родители у вас есть? Да, родители есть Они в этом городе проживают? Нет, они проживают в другом городе В другом городе проживают Да Так, хорошо Вот, мы... То есть вы остались проживать У вас двухкомнатная квартира, но комнаты смежные Да, смежные комнаты. Я в проходной, они в отдельной комнате. Так, и кто в настоящее время проживает в квартире, кроме вас, вашей бывшей жены и ребенка? Он туда вводит своих любовниц, ваша честь. Любовница? Вы чуть позже будете отвечать на мои вопросы. Я не монах, правда. И как свободный, кстати, заметит человек, увлекся красивой женщиной. Привел ее домой. Кого? Другую женщину. Так. Вот. Познакомил ее с бывшей женой, с Натальей. Ну, Наталью хватило ровно на две недели. Вы что, жить ее, что ли, привели? Да, вот в этом и речь. Вы же сказали только что, что вы благородный человек. Я благородный, я же не могу встречаться где-то на улице, где-то в подвороте. Вы выходная комната. Сколько лет ребенку? Ребенку 12 лет. Ребенку 12 лет. Вы считаете, что это нормально? Ну, почему нет? У нее другая семья. У нее другая семья, у меня другая семья. У вас тоже... У нее появился мужчина. Из-за чего развод у нас произошел? У нее появился мужчина. Он тоже проживает в этой квартире? Он не проживает, но он достаточно часто ее навещает. Навещает или остается ночевать? Знаете, я, так как последнее время, ну, больше месяца там не прожил... Ну, не ври сейчас. Не прожил. Да. Ну, его периодически в трустах утром с чаем я наблюдал. Ну, не ври. И моей бывшей жены случилась драка. Мне пришлось ехать на съемную квартиру. Полгода мы, правда, прожили вместе, расстались. Ну, я вернулся домой. Через какое-то время у меня появилась другая женщина. И ситуация вновь появилась. А потом другая еще другая. Нет, подождите, истец. Вы что думаете, что вот вы будете так экспериментировать с своей личной жизнью, а ответчице это будет нравиться? Ну, мне же тоже не нравится ее мужчина, который постоянно... Вы разве не знаете такое положение закона, что без согласия собственника вообще невозможно, что кто бы то ни был проживал в квартире? Вы об этом знаете? Ну, я имею право пожизненного проживания. Вы можете там, наверное, я не знаю, сейчас буду проверять по документам. Я имею право пожизненного. Но разве вы имеете право посторонних людей приводить да еще с проживанием? Ваша честь. Без согласия собственника. Ваша честь. Вот, вот, ответьте мне на вопрос. Вы считаете, что вы имеете такое право? Я имею право на создание новой семьи. Имеете право на создание новой семьи. Ваша честь, моя жена мне не дает этого сделать. Она нарочно меня ссорит со всеми женщинами. Потому что она собственник квартиры, имеет право не соглашаться с вашими гостями. Пожалуйста, ответчик, вам слово предоставляется, ваше отношение к иску. Да, ваша честь, дело в том, я вот сейчас расскажу вам все с самого начала. Дело в том, что это моя квартира. Эта квартира досталась моим родителям в наследство от бабушки и с дедушкой. Я ходила там недалеко в школу, в первый класс. Он в этой квартире прописан только потому, что он на мне женился. Мы с ним поженились. Это была ошибка моей молодости. За что я сейчас не буду ответственность. Ребенок тоже ошибка на твоей молодости? Я не хочу сейчас на эту тему рассуждать. Дело в том, что из-за этого брака я осталась практически сейчас без жилья. Потому что мы живем в Хрущевке. У нас очень маленькая квартира, двухкомнатная. Он туда постоянно возит девушек. То, что он рассказывает, во-первых, я не хочу, чтобы там даже одна была девушка. А он, помимо того, чтобы если бы еще была одна все это время, так он их меняет. Он сначала приведет одну, потом что-то у них там не получится. Они поссорятся. Я хочу сейчас договорить. Потом они поссорятся. Он приводит другую. Инесса, Света, Оксана. Я уже даже не помню, сколько их зовут. У меня 12-летний сын. Он на все это смотрит. Вообще, что у него в голове? Какой-то пример ему показалось. А на чужого мужика в трусах смотреть нормально? Он там не был никогда в трусах. У меня есть мужчина. Да, мы с ним развелись, потому что я влюбилась в другого мужчину. Я действительно встретила свою любовь, потому что он мужчина. Он действительно благородный. Ну, ваш мужчина обеспечен жильем? Он тоже, у него есть некие трудности. Я не могу к нему переехать. И почему я должна из своей квартиры переезжать? Никто вас оттуда не выгоняет. Да, и даже если у него есть квартира, я не хочу терять это. У меня есть сына. Хочу, чтобы эта квартира досталась моему сыну в конечном итоге. А я там, возможно, потом перееду кому-то. Может быть, у меня будет другой мужчина. Это не имеет никакого отношения к моей квартире. Я тебе изначально предлагал вариант, чтобы она досталась только сыну. Даже, знаете, мы пошли на тот... Вот я женщина, в принципе, не конфликтная. Я даже пошла на тот вариант, что мы эту квартиру разменяем, чтобы у него был свой угол, у меня свой угол. Эта квартира настолько мала, что ее невозможно разменять даже на две хорошие комнаты в коммуналке. Не на две отдельные квартиры, а на комнатах нормальной в коммуналке. Это меняется просто на какие-то ужасные комнаты. Мне даже опека не позволяет этого сделать, потому что у меня прописано сына... Вы не только прописаны, у вас еще и совладелец. У него одна, вторая. Органы опеки даже это не позволяют делать. И я нахожусь в безвыходной ситуации, я вынуждена постоянно с ним конфликтовать. Он приводит туда среди ночи каких-то женщин. Где он их берет, я не знаю. Ваша честь, заметно, я сам отказался. Это даже не всегда приличные женщины. Вот я хочу даже так сказать. Ты еще можешь быть их фотографировал. Конечно, у меня появляются скандалы. Извините, это моя квартира. Я должна утром делить ванну непонятно с кем. Но еще просить, чтобы меня пустили вперед. Потому что я опаздываю на работу. Это вообще бред. Ваша честь, почему у нее должна быть личная жизнь? А у меня не должно быть личной жизни. Я вам уже объяснила, потому что она собственник квартиры. У меня в квартире, почему не должно быть? Документы передайте, пожалуйста. Через судебного пристава. То есть вы против иска возражаете? Да, конечно. Я вообще хотела бы, чтобы его оттуда как-то, может, выписали. Потому что он прям очень мешает. Ваша честь, а я теперь должен как собака на улице жить, что ли? Доезжай к себе где-то, откуда ты. О, ты даже не помнишь, откуда я. Я не хочу даже это помнить. Да. А когда-то была любовь. Да. Да. Ну что же вы, истец, любовь-то не сохранили. Я не сохранили. Ты же благородный. Ну а кто? Я не изменяла, она не изменила. От добра-добра они ищут. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Так вы на что обиделись-то? На то, что она вас на свадьбу не пригласила? На то, что она не учится и взяла академический отпуск? Или на то, что не сказала, что беременна? Или вы вообще в принципе обиделись? Если после первой же рюмки в приличного человека вселяется демон разрушения, это повод бросить пить совсем. Он так и сделал. Но поверили ли ему близкие люди? Как выясняется, нет. И даже на свадьбу собственной дочери не пригласили. Я вам покажу, она краской написала. Вы просто тоже с тобой притащили. А чем ты думала, когда ты с женатым мужчиной встречалась? Интеллигентные люди после развода ведут себя как вредители. Бывшая жена готова убить новую избранницу мужа, а муж затоптал огород жены. Можно ли, расторгнув брак, быть добрыми соседями? Оглашается решение суда. Суд принял решение иск удовлетворить, вселить ИСЦА в квартиру, обязать ответчицу не чините СУ препятствий в пользовании квартирой. Суд вселяет ИСЦА в квартиру, так как он имеет равное с бывшей супругой и их несовершеннолетним сыном, которые являются собственниками квартиры, право пользования данным жилым помещением, что подтверждается договором передачи жилья в собственность и выпиской из домовой книги с наличием у ИСЦА регистрации в данной квартире. Суд разъясняет, что у лиц, которые на момент приватизации квартиры имели в ней равное с другими право пользования, то есть имели право совместно с другими участвовать в приватизации квартиры, право пользования сохраняется пожизненно. На основании статьи 19 Федерального закона обведения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. Таким образом, ответчица не имеет права препятствовать ИСЦУ в проживании в квартире, и поэтому суд обязывает ее не чинить, препятствуя в пользовании данным жилым помещением ИСЦУ. При этом суд разъясняет ИСЦУ, что сам факт регистрации брака, как и сам факт регистрации в данном жилом помещении, не порождает право приводить туда других лиц и проживать с другими лицами на этой жилплощади, так как вы не являетесь собственником. Если ваша бывшая жена возражает против того, чтобы с вами проживали какие-то третьи лица, вы обязаны это принять и можете приводить туда гостей только с согласием супруги. Даже если бы у вас была доля в этой квартире, все равно проживание других лиц может быть только с согласием других собственников. Поэтому личную жизнь вашу устраивайте в другом месте, а право проживания у вас остается. Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Вот и поступай, как благородный человек. Останешься на улице без квартиры и без личной жизни. Ну, слава богу, теперь хоть у меня жилье есть. Я рада, что судья запретила моему мужу привозить в наш дом разных женщин. Я надеюсь, что он поймет решение суда, примет его и будет ему неукоснительно следовать. Истец Павел Николаев предъявляет иск о расторжении соглашения об уплате алиментов до окончания учебы дочери в институте. Заинтересованное лицо Людмила Николаева с иском не согласна. Слушается дело по заявлению о расторжении соглашения об уплате алиментов до окончания учебы дочери в ВУЗе. Истец Николаев Павел Сергеевич, ответчик, вернее, заинтересованное лицо, Николаева Людмила Викторовна. Пожалуйста, я слушаю вас. Ваша честь, я прошу удовлетворить мой иск о прекращении соглашения во время обучения о расторжении соглашения об уплате алиментов до окончания учебы дочери в ВУЗе. Ответчик, то есть заинтересованное лицо, это ваша дочь. Она достигла совершеннолетия, правильно? Когда вы составили соглашение о продлении алиментов? Ну, где-то это было, наверное, после 18-летия, то есть 18 лет ей исполнилось, и я решил продлить соглашение. На каком основании? Кто вас об этом попросил? При каких обстоятельствах вы заключили данное соглашение? Ваша честь, дело в том, что я понимаю, что в наше время обучение стоит очень дорого, поэтому я решил помочь своей дочери, естественно, потому что я ее люблю, и я добровольно взял на себя эту обузу, чтобы она закончила обучение, чтобы все было нормально. Вот, собственно, при этих обстоятельствах... Соглашение так и написано, что алименты вы будете выплачивать в связи с обучением дочери? Да, естественно. Естественно написано, что я буду добровольно... Документы передайте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Вот. Вот все документы, пожалуйста. Так, и почему вы теперь не хотите платить алименты и просите расторгнуть соглашение? Ваша честь, все очень просто, так скажем, потому что... Тут я недавно абсолютно узнал, что... Да, я недавно узнал, что моя дочь, она не учится, она ушла в академический отпуск. Да, вот вы представили справку. Да, да, я вот все сразу представил. О том, что она на втором курсе учится, но находится в академическом отпуске по состоянию здоровья. Да, извините, я сразу опережаю немного события. И? Вот. Дело в том, что... Она сейчас должна быть, ну, как бы на втором курсе, но дурацкие обстоятельства, и я узнаю вдруг, что она беременна, и она закончила обучение. Вот, я, естественно, я очень обиделась, я очень обиделась на эти обстоятельства, что мне ничего об этом не сказали. Потому что я до тебя дозвониться не могла. Я тебе звонила три месяца. Ну, истец, ну, это же уважительная причина. Вы знаете, уважительная причина, но мне-то можно было... А узнаю об этом абсолютно случайно, от других людей. Как я тебе рассказала? Извините, ваше честь, при каких обстоятельствах? Ну, подождите, ну, истец. Ну, я понимаю, там, если бы она родила два года назад, и ничего вам не сказала. Ну, многие женщины скрывают свою беременность и не говорят об этом даже своим родителям. Что тут обижаться-то? Ну, ваша честь, ну, обидно. Ну, чисто по человечеству, ну, извините, я узнаю абсолютно... Папа, это мне должно быть обидно. Я тебе звонила твоим друзьям и сказала, а ты что? А тебя нигде нет. И что мне делать в этот момент? Мне так было плохо. Каким друзьям ты звонишь? Бывшим алкоголикам моим? Ну, а где мне тебя искать? Где мне тебя искать? Истец, что значит бывшим алкоголиком? Что вы этим хотите сказать? У вас друзья-алкоголики? Истец. Ваша честь, извините, тут получаются такие обстоятельства, что я, ну, закодировался два года назад, и поэтому, ну, я уже порвался с этой жизнью, а друзья, естественно, они остались. Я от этих друзей все дистанцировался, друзей больше нет. Нет у меня друзей, кроме вас, с матерью. Да, только ты с нами тоже не общаешься. Со мной не общаешься. Ты знаешь, что я тебя очень люблю. Я по тебе скучаю. Я не звониться до тебя не могла. Да, я знаю, что ты меня очень не любишь. Ты меня очень любишь. Я узнаю от абсолютно случайных людей. Я еще раз говорю, как я тебя найду? Как я тебя найду? И мне соседочка моя бывшая говорит. Мама свидетельница. Мама свидетельница, что я для тебя звонил. Слушай, говорит, а почему ты не могу на свадьбе? Извините, Ваше Че. Так вы на что обиделись-то? На то, что она вас на свадьбу не пригласила? На то, что она не учится и взяла академический отпуск? Или на то, что не сказала, что беременна? Или вы вообще в принципе обиделись? Я не знал из всего, что вы мне сейчас обозначили. Не знал ровным счетом ничего. А вы с дочкой общаетесь? Сами звоните ей, приезжаете. Когда вы последний раз с дочерью виделись? Ну, виделся я где-то полгода назад. Полгода назад? Ну? Ну, мы общаемся периодически. Ну, ничего себе периодически полгода назад. Когда звонили последний раз дочке? Позвонил три месяца назад. Три месяца назад? А если позвонили месяц назад, глядишь, она и на свадьбу вас пригласила. Ваше Чество, не мог я позвонить месяц. Почему? Потому что был я в командировке. А что, вы были в командировке на дрейфующей льдине, где нет средств связи? Ну, там, извините, заработался. Но получается так, что работа у меня такая постоянно. Две смены, три смены возьмешь, и нельзя. Я строитель. Мне кажется, что вы лукавите. Вот если человек хочет общаться со своими родственниками, он всегда найдет возможность. Хотя бы минуточку. Какую-нибудь смс-очку отправить. Как дела? Я не могу сейчас с тобой встретиться. Ну, средства связи сейчас позволяют это делать. В общем, не хотите вы больше платить алименты. Раз девочка не учится, вы просите соглашение расторгнуть. Правильно я вас понимаю? Ваша честь. Ну, это не все так просто. Ну, куда уж проще-то? А что? Чисто по-человечески. Ну, понимаете, я понимаю, что время сложно. Я не могу вынести решение чисто по-человечески. Я решение буду натип по закону. Время сложно, и я хочу ей помочь. Извините. Ну, помогайте. Я хочу ей помочь. Ну? Но если бы они мне сказали, если бы они сказали, что, допустим, свадьба у них, да, что она беременна. Вы переживаете, что вы на свадьбу? Ну, все уже теперь узнали. Но лично мне это сказали. Они через других людей. Ну, поняла. Уже все случилось. Ответчик. Что папу на свадьбу не позвали? Да в том-то и дело. Я говорю, что я ему звонила в течение трех месяцев. Я не могла его нигде найти. Ни у его друзей. Никто нигде не берет трубки. Я вся изнервничалась. У меня мама свидетель. Можете вот ее позвать. Ну, вы искать признаете? Ну, заявление признаете по поводу расторжения договора? Нет. По поводу расторжения соглашения? Нет. У меня папа всегда хотел, чтобы я стала учительницей. Постоянно мне говорил. А то, что вот у нас за окном была школа, он говорил, вот, смотри, будешь учительницей. Рядом с домом, во-первых. Вы учите в педагогическом институте? Да, на учительницах младших классов, на преподавателя. Вот. А то, что со свадьбы, я его не позвала. Вот. Приглашение, пап, которое я для тебя писала, потому что я очень хотела. Но так как я тебя найти не могла, и мама постоянно мне на ухо, да зачем он тебе нужен, да зачем он опять будет буяник на свадьбе. А мне было настолько все равно, потому что я тебя люблю. Мне было вообще все равно, что она мне там говорит, чего, кто там. Но я тебя не смогла найти. И мне чуть до нервного срыва не дошло. Она меня потом успокаивала. Я говорю, что дети... Скажите, ответчик, а вы знаете, где живет ваш отец? Ну, насколько полгода назад он жил в Воскресенске, то есть в городе, в квартире у своих родителей. Ну, а не приходило в голову туда поехать и уточнить? Позвонить бабушке с дедушкой? Спросить, где отец? Нет у него родителей сейчас. А, нет родителей. Да, да, то есть он один. Всегда, когда я... То есть вы звонили в эту квартиру, там никто не брал трубку, так? Я отцу всегда звонила на мобильный телефон. Он, то есть, иногда берет, иногда не берет. Один раз мы туда ездили. А в квартире невозможно дозвониться, в квартиру, да? В квартире нет, а стационарного телефона нет. Мы туда приезжали, то есть я даже с мамой кое-как ее уговорю, хоть она и не хотела. Но отца там не было. И тоже, где его искать? Сколько раз туда мы приезжали? Где вы живете-то, истец? В Воскресенске жил. Сейчас я не знаю. Видимо, у вас дома не было. Видите, дочка вас искала. Вы понимаете, тут такие обстоятельства, что мне, ну, так скажем, досталась квартира от своих бывших родителей. Я ее... Что значит бывших родителей? Ну, так сказать, ну, не бывших. От умерших родителей, так. Вот, я ее продал. А, вы ее продали. Ну, понятно, что вас найти дочь не может. Я ее продал. Можете обязательно на себя больше. Сами с дочкой не общаетесь. Ну, с какой целью я ее продал? Я для того, чтобы, допустим, опять перепродать, чтобы я смог где-то под Воскресенском снять дом. И, естественно, чтобы еще были деньги, ну, снять другую квартиру, купить, вернее, другую квартиру, отдать под дачу, чтобы оплатить и то же обучение. Ну, и делайте все это. Еще в суд пришли. Вы сами не знаете, что вы хотите. Свидетель заявлен, да? Дочь беременная. Вы ее в суд притащили. Соглашение это расторгаете. Ну, просто делать вам нечего. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика. Свидетель ответчика войдите. Представьтесь, пожалуйста. Ваша честь, Николаева... Погромче немножко. Николаева Людмила Викторовна. Вы мама. Мама Викторовна. Ответчика и бывшая жена заявителя. Правильно? Совершенно верно. Что вы желаете пояснить суду? Ну, что... Что он... Хотел, да, хотел всегда, чтобы дочь училась и обиделся на какую-то вот такую вот, я бы сказала даже, глупость, что его не пригласили на свадьбу. Ну, где ж мы тебя не нашли? Ну, и пригласи тебя на свадьбу. Пригласи. Правильная дочерь сказала, когда ты две рюмки выпиваешь, и что с тобой происходит? Что со мной происходит? Ты как смерть. Смерть по дому пролетает. Нормальный человек. Смерть по дому пролетает. Что знаешь? Развелись мы с тобой. Почему? Ты что, моего оса чуть не убил, инвалидом сделал. Вот, пожалуйста, справка у меня есть. Твой отец, он вечный лес, наши дела. Уважаемый свидетель, какое это имеет отношение к делу-то? Я понимаю, что у вас тут дела семейные. Куда они сунься, вечный твой отец. Но к Искуэта какое имеет отношение? Ну, вот он отказывается платить. Было заключено соглашение об уплате алиментов после совершеннолетия дочери. Конкретно целевое, целевые деньги на обучение, да, помощь на обучение. Девочка в академическом отпуске находится. То есть она не учится. Но все-таки, истец, она же числится в институте. Она же его не бросила, ее же не отчислили. Причем это ты меня зажег. Вы вообще уверены, что вы свой Иск-то поддерживаете? Или все-таки вы уже в себя придете и будете ждать рождения внука? Я жду, может быть, до рождения внука больше, чем все они. Но, естественно, меня обижают то отношение моей бывшей жены, когда прежде всего тебе были дорогие деньги. Но какое отношение? Всегда у тебя были деньги, деньги, деньги на первую очередь. Папа, ну ты месяцами не работал. А потом уже ты спрашивал меня, как ты чувствуешь, как ты зарабатываешь эти деньги? На двух, на трех работал. Истец, ну подождите. Истец, ну вот сейчас в судебном заседании. Неужели вы не убедились в том, что действительно дочка хотела вас пригласить на свадьбу, но не нашла вас? Вы же сами говорите, что вы не проживали по месту жительства. Квартиру продали. Телефону не подходите. Дозвонить сюда вас нельзя. Ну где она вас должна была искать? Ну, да. Ну, жизнь такая сложная. Но она такая сложная, что вы вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, вы в суд пришли. Дочка беременная. Переживает стоит, любит вас. Ну вот что вы вообще? Какое-то соглашение. Она же не бросила институт. Смотрите, справку вы предоставили. Она всего лишь в академический отпуск ушла. Вы же собираетесь дальше продолжить учебу после рождения ребенка? Ну вот. А вы говорите, вы хотите ей помогать, продолжать. Вы поддерживаете свой иск? Да, нет, я... Ваша честь, я запутался. Но нет, я не поддерживаю. Я думаю, что все это эмоции, конечно, в первую очередь. Эмоции? Да. То есть вы отказываетесь от ваших требований? Не расторгать соглашение? Я думаю, что... Я прошу. Надо доченьку нашу доучить. Платить мне нечем. Пап, ну прости ты меня. Еще и дочь прощения у вас просит. Ну что вы, ну, истец, думайте быстрее. Мне уже нужно следующее дело рассматривать. Я отзываю. Я отзываю. Отзывайте свой иск. Хорошо. Суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Прости. Далее в программе. Я вам покажу. Он и красный написал. Вы просто это с собой притащили. Сука. А чем ты думала, когда ты с женатым мужчиной встречалась? Последствия развода и раздела имущества ужасны. Муж не может попасть на свою половину дома. Бывшая жена не дает ему проезжать по своему участку. Что делать? Узнаем в суде. Суд вынес определение о прекращении дела в соответствии со статьей 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с тем, что истец отказался от иска. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск отозван. Знаете, хорошо, что есть вот такие судьи, которые, ну, таким образом все привели это дело, потому что у меня всегда были эмоции во главе, а потом уже разом включался. Поэтому все отлично, все хорошо. Спасибо судье. Я очень рада, что мы помирились с отцом. И надеюсь, что дальше наши взаимоотношения семейные будут еще лучше. И у мамы, и у папы все наладится наконец-то. Истец Кирилл Усиков предъявляет иск об установлении сервитута. Ответчик Нина Усикова иск не признает. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Да, я прошу суд установить сервитут на дачный участок. Дело в том, что вот уже год назад мы развелись с Ниной. Она в суде размахивала руками, требовала разделить имущество. Ну, квартиру мы продали, деньги поделили пополам. А дачу решили оставить. В совместной собственности? В совместной собственности, да. Определено, кто какой частью дома и кто какой частью земельных? Мне достался плохая часть дома, которая вот, видите, выходила к оврагу. Ей досталось хорошую, там с дорогой совсем. Но это установлено судебным решением? Да. И оно вступило в законную силу? Да, ну так договорились. Поэтому эти факты мы не обсуждаем. Давайте вернемся к сервитуту. Хорошо, но дело все в том, что я женился. И мы ждем в семье пополнения. Вот, и решили, что будем жить на даче. Естественно, я захотел настроить над своей частью мансарду, сделать пристройку, там санузел и летнюю кухню. Вот, но как только ответчик об этом узнала, она стала чинить препятствия постоянно. Вот, один раз мне удалось, я привез вот, показать можно, да? Ну покажите, конечно. Да, вот все дело в том, вот один раз мне удалось на УАЗике привезти... Вы сначала покажите, где ваша часть земельного участка. Вот моя часть, вот основная дорога. И материалы какие можно было привезти только по этой дороге. Я на УАЗике один раз вот сюда вот подъехал, выгрузился. Вот. Здесь, здесь невозможно... То есть на ваш земельный участок отдельного въезда нет, я так понимаю? Теперь нет. Раньше вход был здесь, раньше был вход, и никаких проблем там привезти что-то, никаких проблем не было. Где был вход? Ну вот здесь, здесь был вход, здесь вот прямо с дороги. В дом? Да, а теперь входа два. Вот мой вход теперь здесь, мы разделили, вот здесь вот стена. А, вы имеете в виду, что прямо с дороги можно было выгрузить стройматериалы и внести в дом, да? Ну да, стройматериалы, вообще все можно было провести. Я на УАЗике здесь нормально приезжал. Но на две недели буквально я уехал в город по делам. Приехал, и она, она здесь построила, вот, рухлядь какую-то. Вот, посмотрите. Так вы что, заявляете еще ходатайство о сносе этого сарая? Да, потому что это незаконное вернее время. У нас скалы требования заявлены о сносе сарая, да? Конечно, оно постав... А вот этот сарай, он поставлен на нашей границе, понимаете? Ну, я не говорю там про пожарные... Раньше он тебе не мешал. Но все-таки он же стоит на участке ответчика. Вот именно, это моя территория. Так, а, простите, а я-то что должен делать? Нет, вы пока ничего не должны. Вы свои исковые требования должны мне сформулировать. Я могу с вами носить вот здесь вот по тропинке, которая 70 сантиметров, по тропинке я должен носить. Она между заборами, что ли? Вот здесь уже соседи, да, между заборами. Это одно. Так, а какая ширина до дома? 70, да... 70 это тропинка и плюс еще 2 метра, да? Да, но 2 метра. Даже не в этом дело. Здесь глубокий овраг, понимаете? И мне здесь на горбу, вот здесь до стройки, как протащить? Вы просите установить сервитуд и обеспечить вам проезд с какой стороны? Вот с этой стороны. Вот здесь есть ворота. И здесь я проезжал на УАЗике, здесь можно на КамАЗе проехать. Чтобы мы имели возможность проехать и снести сарай. Конечно. 3 метра мне будет достаточно. Здесь пусть огород остается. А всего сколько от забора до дома? 5,5... 5,80... Может, там ответчик лучше пояснит? Я хочу пояснить. Ваше отношение к иску? Я категорически против этого сервитуда. И сейчас объясню, почему. Хорошо? Дело в том, что... Можно, да, подойдите? Дело в том, что когда мы разделили дом пополам, все нас устраивало. И его тоже. Все проблемы начались только когда он женился. Смотрите, здесь у меня огород вообще-то. Огород. Причем я уже давно решила, Кирилл, рассаживать рассаду и заниматься огородом натуральными продуктами. Как только я женился, сразу рассада появилась. Это не твое дело. Сразу копачки какие-то, капусты. Сколько глупостей говорить какие-то. Секундочку, это не твое дело. Хорошо, не мое дело. Мы сейчас разбираем другое. Это моя половина, я имею право делать на ней все, что хочу. Правильно? Вот. Дело в том, что сарай я этот поставила не просто так. Я хочу разводить там кроликов. А может быть шершилл. Это тоже не твое дело. Это мой участок, я имею на него право. Вы посмотрите на нее. Когда я поняла, что он задевает вообще там большую стройку, извините, здесь будут трактора ездить. Получается, что вы специально сарай построили, чтобы не было проезда? Я хочу действительно выращивать кроликов. Почему нет? Я на своей территории. Вы поставили бы в другом месте сарай. Я согласна. Я согласна его отделить сервитут, раз он уже решил строиться. Не вопрос. Вот эту территорию. Я готова вот этот вот палисадник свой освободить ему под его сервитут. Вот у него тут будет. А как же ваши розы? Ну, уже придется пожертвовать. То есть вы их перенесете, да? Ну, или перенесу. По крайней мере, вот эту вот часть я готова пожертвовать. Ваш честь, ни в огороде и ни в розах вообще дело. Все это началось после того, как она узнала, что я женился. А когда она узнала, что у нас еще прибавление в семействе будет, то она вообще вот и свиней, и розы, и кабачки, и капуста. Придумано все это, это все из-за вредности она делала. Она все из-за вредности. Она еще там корову туда, коровник построит. Кирилл, надо было раньше думать. Мне? Когда? Понятно. Ответчик, все, займите, пожалуйста, свое место. То есть вы не возражаете установить сервитут с другой стороны? Да. Там можно и проехать, можно и развернуться. Ваша честь, не в этом абсолютно дело. У вас свидетель заявлен. Я уже поняла, что вы считаете, что ваша жена выше вредничает. Моя жена, она скажет, что причина не в этом абсолютно. Я и пытаюсь пригласить свидетеля. Да, пригласите, пожалуйста, свидетелью моей жену. А вы кричите, пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ИСЦА. Свидетеля ИСЦА, войдите. Вот ИСЦА, это обязательно было? Беременная женщина. Да, я волнуюсь. Притащили ее в суд. Так волнуешься, что... Представьтесь, пожалуйста. Все равно, что беременна. Притащили. Узикова Яна Юрьевна. Что вы можете пояснить суду по существу спора? Мы пытаемся установить сервитут. То есть проезд, возможность проезда к дому на машине. Ваша честь, нам он необходим. Потому что если у нас не будет дороги с обратной стороны дома, мне даже с коляской негде будет гулять. Ну, конечно. Знаете, бывшая жена моего мужа почему-то ненавидит меня, хотя она со стороны интеллигентная женщина. Мы как-то с мужем ушли в кино. Я постирала вещи, повесила их во дворе сушиться. Когда мы вернулись из кино, мои вещи все были разорваны, валялись. Это вообще к делу не относится. Знаете, вот, пожалуйста, у меня есть вещи мои. Мне даже вещи с собой принесли. Да, я сейчас принесла. Это к делу вообще не относится. Здесь вот, пожалуйста, юбка вся разорвана. Вот моя блузка разорвана. Да, мне делать нечего, ваша честь, как портить ее вещи. Которую мне мама ушлила. У тебя свидетели есть? Так, убирайте вещи. У тебя свидетели есть? Свидетель. Если вы считаете, что действиями ответчицы причинен ущерб, вы можете обратиться с иском о взыскании с нее денежных средств. Но не в этом судебном заседании. А сейчас у нас речь идет о взрыве дня. Отличик, вещи-то портили? Она всячески мешает жить спокойно. Ну как же, у нее спокойный доступ. Вот, пожалуйста, у нас вот... У тебя тоже доступ спокойный к моим вещам. Получается, даже калитки нет между нами. У меня вот здесь вот вещи сушились. Мы когда вернулись, это все валялось. Ваша честь, можно слово? Я попыталась, конечно, я пошла с ней разбираться, потому что очевидно, кто это сделал. А когда пришла к ней, она стала руками отмахиваться, что это собаки, что это ветер. Ваша честь, я хотела к вам как к женщине обратиться. Не надо ко мне обращаться как к женщине. Поймите меня правильно. Мы с ним прожили 25 лет, считайте, вместе. Вырастили дочь в интеллигентной семье. Он меня опозорил на всю деревню, когда связался с этой аспиранткой. Вот скажите. И сейчас она претензии предъявляет. На чужом несчастье счастья не построишь. Это во-первых. У него уже здоровье не то. Площадь дома... Мы начнем стройку, завтра не закончим. Я не буду ничего вообще говорить по этому поводу. Конечно. Вы знаете, что мы как-то с мужем ушли из дома на целый день уже после вещей порванных. Я когда вернулась домой, я белье развесила так же во дворе сушиться. А что ты в этой хвостке хотела? Тебя вся деревня не любит. Сука и краска. Вот сейчас я вам покажу. Она краской написала. Вы просто тоже с собой притащите. А чем ты думала, когда ты с женатым мужчиной встречалась? Да он мне сказал, что у вас уже давно никогда... Все, убирайте. У нас это вообще никогда такого не было. Я же ведь знала. Это вы хулиганите-то. Конечно, нет. Надо мне это сделать. Никогда такого не было. Никогда. Ее не любит вся деревня, потому что она разбила семью. Я не разбивала семью. У нас была нормальная семья. Он сказал, что у вас уже давно отношения. Это он и девушка. А вы что думали? Что вы будете с женатым мужчиной встречаться, потом выйдете за него замуж, приедете жить фактически в дом его бывшей жены, и она вам скажет, дабы пожаловать? Он сказал, что у них уже давно нет отношений. Это правда? Ну, отношений-то нет, но тем не менее. Я же не знала. Скажите, пожалуйста, ответчик, стоимость сарая возведенного какого? Я вам скажу, что я нанимала людей. Я нанимала людей, привозила доски. И если так разобраться, я могу сделать даже оценочную стоимость его. Документы передайте. Естественно, ответчик. Две бутылки водки это стоит. Я знаю тебя. Господи. Возьмите, пожалуйста. Это для тебя бы стоило две бутылки водки. Вот же сразу. Вот моя долевая, да. Ваша честь, я имею право на эту половину. Почему я должна отчитываться перед ним, что это построило? Да имей право. Просто мы будем отдельно... Суд подождается для вынесения решения. Суд принял решение иск об установлении сервитута удовлетворить. Предоставить ИСУ право ограниченного пользования соседним земельным участком, принадлежащим ответчице, для обеспечения прохода и проезда. И также суд удовлетворяет исковые требования о сносе сарая. В соответствии со статьей 274 Гражданского кодекса Российской Федерации закон допускает обременение соседнего земельного участка и сооружений правом ограниченного пользования, что и называется сервитутом, для обеспечения прохода и проезда в случаях, когда данные нужды другого собственника не могут быть обеспечены без установления такового. При установлении сервитута суд учел, что участок ИСЦА не имеет выхода к проезжей части, так как с одной стороны находится овраг, как видно из плана, а с другой стороны участок ответчицы. Вход и выход с его участок возможен только через участок ответчицы. То есть с учетом расположения участка у ИСЦА нет иной возможности обеспечить себе доступ к своему участку. Фактически ответчицы согласны на установление сервитута, но в другом месте. Однако суд с учетом расположения дома и земельного участка, также с учетом мнения ИСЦА устанавливает сервитут именно на месте расположения сарая, построенного ответчицей. Соответственно, исковые требования о сносе сарая тоже удовлетворяются. Однако я разъясняю ответчик вам, что на основании статьи 274 пункт 5 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьи 23 пункт 6 Земельного кодекса Российской Федерации, собственник земельного участка, в отношении которого установлен сервитут, вправе требовать соразмерную оплату за использование своей части земли. И в частности, так как вам предстоят расходы по сносу сарая, равно как и по его возведению, данный размер сервитута также должен быть установлен с учетом размера ущерба, который вы можете понести в результате сноса сарая. Вы не можете задавать вопросы при оглашении решения. Понятно решение суда? Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. Иск удовлетворить. Я доволен теперь. Ничто не помешает реализовать наши планы. Я построю мансарду, сделаю летнюю кухню, санузел свой. Моя жена будет с ребенком спокойно гулять по территории. Ну, а если необходимо будет моей бывшей жене что-то оплатить, то, я думаю, никаких проблем в этом абсолютно не будет. Она тут вот эта вертихозка принесла простыни свои, расписанные. А я считаю, что ей бы вся деревня это написала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова